Всем добрый вечер, это первая студия. Сегодня будем говорить об инвестициях и инновациях. Мой собеседник, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области, Жоктик Паев, Ернур Букинбайович. Ернур Букинбайович, добрый вечер, у нас с вами 15 минут, чтобы рассказать о главном. И первый вопрос, сколько инвестиций привлечено и будет привлечено в этом году в Павлодарской области? Так, за 22-й год у нас привлечено инвестиции в размере 698,2 миллиарда в тенге. В текущем году мы планируем привлечь инвестиции. Плановый показатель республики нам бы поставлен в размере 851 миллиарда в тенге. За первые три месяца, за первый квартал 23-го года мы привлекли инвестиции на 117,5 миллиарда в тенге, что составило 128% к прошлому году. То есть в этом году сумма увеличилась? Да, ежегодно сумма увеличивается. Допустим, на 2024 год у нас план 955 миллиардов в тенге, 25-й год это 1 триллион 250, 210 миллиардов в тенге. И также на 2026 год в размере около полутора миллиардов в тенге, то есть в триллион в тенге. За счет чего увеличение идет? Плановый показатель ежегодно выставляется нам, в центр спускается и данные KPI мы должны достичь. На кого привлекать? Кто инвестор? На сегодняшний день эти средства у нас привлекаются извне и местными инвесторами. В регионе есть, согласно последней статистической информации, у нас за прошлый год было привлечено порядка 1 миллиарда долларов США за рубежными инвесторами. Это извне, да? Да, это у нас компании с Южной Кореи, Швейцарии, России, Объединенных Арабских Эмиратов, также с Германией, Австралией и Чехией. Что привлекает в нашу область? Какие отрасли больше? Ну, как вы знаете, у нас горная металлургия, также у нас очень богатое сырье, если брать быть точнее, то у нас мы сами вырабатываем 100% на алюминии пока на страну, уголь у нас занимает порядка 44% по республике, электроэнергия, также у нас хорошо, очень хорошо развивается сфера АПК на сегодняшний день. Динамично развивается. Да, я могу об этом попозже рассказать еще. То есть, получается, индустриальная область как бы тоже привлекательная и сельское хозяйство сегодня тоже вызывает интерес. Да, да. Наши местные сельскохозяйства производители очень хорошо вкладываются на сегодняшний день и у нас, как вы знаете, управлением сельского хозяйства прорабатывается в данном направлении огромная работа. Согласно поручению Акимова области, определенные есть проекты и данные проекты сейчас в работе. Можете рассказать какие-то, хотя бы там, несколько крупных? Более детально, наверное, расскажут, наверное, мои коллеги, скорее всего, с управлением сельского хозяйства. Иметь в виду сельское хозяйство, да? А в целом это орошение развивается очень хорошо, динамично развивается орошение и строительство молочно-товарных фирм. А местные инвесторы это кто? Больше кто это? Это те инвесторы, которые занимаются на сегодняшний день у нас, и они расширяются, овощехранилища строят. То есть, это опять-таки больше в сельском хозяйстве, да, местных инвесторов? Да. А в плане промышленности здесь кто вкладывается? Есть какие проекты будут реализованы? На сегодняшний день у нас в области уже реализуется, как вы сами знаете, у нас в Экибастузе строится Экибасуфера Лойс. Это порядка 90, более 90 миллиардов тенге инвестиций. В этом году собирается до конца года завершить первую печь. В последующем, в 2023 году хотят зайти полностью, стопроцентную эксплуатацию ввести. Когда заработает первая печь, это уже будет выпускать какую-то продукцию? Да. Сколько людей там будет задействовано? Сколько рабочих мест? Всего там порядка более 500 рабочих мест, но она будет поэтапно ходить. То есть, двугодичный проект, да, по большому счету? По большому счету, в 2024 году они 100% закончены. Какие еще заводы будут открываться? Кроме этого, у нас также сейчас занимается строительство, проходит Анса Силикон, Туанса Силикон строит технический кремний. Минералпродукт Интернешнл, они капсул заложили в этом году по строительству тоже ферросплавного предприятия. А это где будет? В Викибастузе. Тоже в Викибастузе? Да, это тоже в Викибастузе. И также большое предприятие начало строительство в конце прошлого года. Это по Railco System, это по производству бандажного комплекса. Это где будет? Это тоже в Викибастузе. Тоже в Викибастузе. В общем, у вас такой какой-то акцент в Викибастузе идет? Да, согласно плану развития города Викибастуза, данные работы уже видятся. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о работе нашей специальной экономической зоны. Сколько предприятий там работают? Как вы знаете, в 2011 году функционирует специальная экономическая зона. На сегодняшний день она активно развивается. Там работает производство в сфере химии, нефтехимии, металлургии. Также возможность расширения отраслевой направленности. На сегодняшний день инвестиционный портфель СЭС Павлодар составляет 52 проекта на общую сумму. 529,1 миллиарда тенге с созданием около 2000 рабочих мест. На сегодняшний день 18 проектов уже реализовано. За весь период работы СЭС привлечено инвестиции на 89,7 миллиардов тенге. Из них объем иностранных инвестиций составляет 23 миллиарда тенге. И налоговое отчисление составляет 25 миллиардов, 20,5 миллиардов тенге. Объем производства 279,7 миллиардов тенге. Объем экспорта продукции составляет на сегодняшний день 141,5 миллиардов тенге с созданием более полутора тысяч рабочих мест. Какие проекты в этом году будете добавлять? В этом году сейчас идет расширение нефтехим, то есть не нефтехим, извиняюсь. В этом году идет расширение, планируют расширение Казмунахим. Также строится новый отдельный комплекс по Виктор Павлодар. Они хотят построить лакопокрасочную цех и чуть расшириться. Какие преференции оказываются предпринимателям, кто желает работать именно в специальной экономической зоне? На сегодняшний день у нас освобождены они от таможенных налогов, также освобождаются от корпоративного подохода налога, налога на имущество, земельного налога, налога на добавленные стоимости. И также вместе с тем у нас сотрудники СЭЗа помогают от начала до конца, точнее от А до Я, как приходят инвесторы, проводят встречи, показывают инвест привлекательность, также сопровождают весь проект. То есть вы полностью сопровождаете? Да, то есть с самого начала до самого конца мы сопровождаем. Это занимается у нас управлением, в управлении занимается определенный отдел, который непосредственно занимается инвестициями, также занимается отдел СЭЗа. И мы стараемся все проекты, которые к нам приходят, заинтересовываем, мы их сопровождаем от самого начала до самого конца. То есть мы неделю у нас создана рабочая группа, в данную рабочую группу входят все государственные органы, которые выдавят те или иные разрешительные документы, и также необходимые соответствующие запросы, допустим, инвесторов об инвесклимате, от каких-то разрешениях мы собираемся быстро в рабочем порядке и обсуждаем. То есть это не только ваш специалист, да? Да. То есть если, допустим, вы пришли к нам, мы с самого начала свои обсуждаем, потом и во всех компаниях у них есть свои какие-то нормы, экологические нормы и технические нормы, характеристики. Соответствие земельного участка или несоответствие мы полностью сопровождаем. То есть в данной рабочей группе у нас состоят от руководителей до специалистов, и очень быстро, оперативно решаются определенные моменты. Допустим, чтобы компания не ходила, в каждой двери не стучалась и запросы не отправляла, пока получится официальный ответ и так далее. Мы данную рабочую группу создали, оперативно собираемся и обсуждаем приземление данного проекта в определенном, допустим, выбранном месте. Если это СЭС, это на территории СЭСа, если это территория области, то это на территории области. То есть не отходим, мы сопровождаем с самого начала до момента запуска данного проекта. И там создана необходимая вся инфраструктура, да? Да, на сегодняшний день, соответственно, инфраструктура построена. На сегодняшний день инфраструктура составляет из запланированных 100%, где-то более 50%, но также создание дальнейшей инфраструктуры сейчас продолжается в работе, там КОС строится и так далее. 50% это что? 50% это из всего, допустим, составляющего. Если он должен состоять 100%, инфраструктура должна быть создана 100%, то на сегодняшний день более 51% уже созданных инфраструктур. А что еще необходимо создать? То есть это продолжающая работа, то есть это вода, техническая вода, питьевая вода, электричество и так далее. То есть надо увеличивать мощности, наращивать, так понимаю, да? Нет, мы же должны создавать условия тем предпринимателям, которые… не то, что заново, те, которые там на сегодняшний день работают и те, которые приходят в новую. Мы определяем место, выбираем место, и они входят как участник СЭС, после этого им выделяется земельный участок. Ну, места мощностей хватает всем, на перспективу. То есть мы работаем в той части, чтобы она у нас, СЭС у нас должен быть очень плодотворным и создать очень удобный бизнес-климат для бизнеса. Привлекательный, так скажем, да? Да, привлекательный. Я знаю, что вы были в составе республиканской делегации в Москве совсем недавно. Вот расскажите о поездке и что привезли для Павлодара? Да, действительно, мы были в городе Москва, а также в городе Ташкент. Мы были в составе делегации с Министерством инфраструктурного развития. Делегацию возглавлял министр Карабаев Марат Каринжанович. И кроме нас, там были со всех регионов, курирующие заместители Акимов, курирующие управление. Более 40 встреч провели в Москве, порядка 30 встреч провели в Узбекистане. Наша задача была привлечь больше инвесторов. Рассказали о инвес-климате Павлодарской области. Поженили, так говорят же сейчас, поженили определенные компании, которые между собой сейчас на сегодняшний день работы ведут. В последующем ждем итога от данной работы. Кто конкретно выразил интерес? Я могу более подробно вам, если нужно будет, после какого-то результата. Именно какие наши отрасли заинтересовались? Энергетика, производство чего-то конкретного? В сфере АПК были заинтересованы, в сфере промышленности, в сфере легкой промышленности, в сфере горной промышленности. В данном направлении мы прорабатываем. Слово, Павлодар привлекателен, да? Естественно, Павлодар очень привлекателен, что касается АПК, что касается и горной металлургии, обрабатывающей промышленности, нефтехимии, химии, как вы сами знаете. Вы же сами прекрасно знаете, что Павлодар является очень интересной, почему в сфере АПК, потому что у нас очень большие перспективы по сфере орошения, так как у нас основной интерес – это наша река Ертыш, которая занимает более 700 километров протекать по территории Павлодарской области. И как вы сейчас знаете, президентом была поставлена задача перед областью увеличить площадь орошения, и в этом направлении очень хорошо развивается и работает. И также по промышленности, по переработке, по глубокой переработке прорабатываем, по линии, то, что у нас есть сырье, у нас есть уголь, у нас есть алюминий и так далее. И нам нужно, чтобы инвесторам было интересно и комфортно, и вместе с тем мы стараемся женить действующие предприятия, которые на сегодняшний день у нас работают, свести, допустим, нашими инвесторами иностранными, и, может быть, совместные предприятия какие-либо открыть в области. То есть вывести их на другой уже уровень получается? Да, ну расширение видов номенклатуры, продукции и так далее. В планах есть еще такие поездки? На сегодняшний день, у нас на следующей неделе будет в Астане 10-12 число неделя машинного строения, и, точнее, неделя обрабатывающей промышленности. Там тоже будут участвовать, организатором данного мероприятия является Министерство индустрии и индустрии инфраструктурного развития. И там же будет тоже скопление очень большого количества иностранных инвесторов, местных инвесторов. Хотим на данном форуме тоже проработать. Наша делегация в Слава-Дарской области едет туда, мы выставляем там стенд, и наш стенд будет расположен на данной выставке, и будем привлекать инвесторов, и также кооперация, также для реализации. Вот в таких мероприятиях обычно наши, даже свои товаропроизводители получают возможность реализовывать свои какие-то, получать новые контракты, реализовывать свои будущие контракты. То есть еще одна такая площадка, заявить о себе. Да, конечно. Ирнур Багнивович, я благодарю вас за беседу, наш эфир подошел к концу. Встретимся на телеканале Иртес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова